30 ноября в Крымском федеральном университете завершились пятые крымские судебные дебаты по уголовным делам среди студентов юридического факультета Таврической академии. Дебаты проходили при поддержке Совета молодых юристов, Крымского регионального отделения общероссийской общественной организации Ассоциация юристов России и прокуратуры Республики Крым. Я вообще хочу сказать, что это очень классный конкурс и он очень полезный, интересный и нужный по многим причинам. Во-первых, потому что это определенные уже профессиональные навыки для будущих юристов, которые в реальной практической обстановке участвуют в судебных дебатах. Это возможность сформулировать четко свою правовую позицию по конкретному делу, уметь эту позицию отстоять, аргументировать. Это и ораторское определенное мастерство. То есть вот все мы этим столкнулись и я уверена, что по результатам были очень хорошие выступления, очень хорошие правовые позиции, ребята очень хорошие, которые на сегодня, если это еще не готовые специалисты, то во всяком случае можно говорить о том, что в перспективе это будут очень хорошие специалисты, которые будут работать или в прокуратуре, или в адвокатуре, или в органах власти, но они принесут пользу нашему государству. На протяжении трех недель команды состязались друг с другом, участвуя на стороне как государственного обвинения, так и защиты. В завершении судебных дебатов определились команды сильнейших. Первое место заняла команда группы юридического факультета 304А в составе Виразуб Александры, Егоровой Анастасии и Мамутовой Гульнары. Нам дали обвинительное заключение, и мы должны бы составить сторону защиты и обвинения. То есть мы до последнего не знали, на какой стороне мы будем, и на протяжении всех дебатов мы были сначала стороной обвинения, потом защиты, и вот по решению побед мы вышли в финал. Благодаря именно таким мероприятиям мы не только проявляем себя в практике, но потому что применяем, но у нас вырабатывает саратовское искусство, мы учимся анализировать нормы, учимся выступать и работать в команде. И вот благодаря моей команде мы втроем сейчас здесь с этим кубком. В этом году в крымских судебных дебатах по уголовным делам приняло участие 9 команд, состоящих из трех участников в каждой. Судьями выступили профессорско-преподавательский состав юридического факультета, сотрудники прокуратуры Республики Крым, судья Центрального районного суда города Симферополя. Конкурс очень сложный. Была выбрана очень тяжелая фабула уголовного дела, поскольку здесь в фабуле присутствовало три правонарушителя, один из них несовершеннолетний, четыре состава преступления. Это очень сложно для студентов, это даже сложно для видавших виды работников прокуратуры и суда, я думаю, тоже. При подготовке участников конкурса им необходимо, конечно, обращаться за помощью к практикам. Конкурс очень целесообразен. Целесообразен в том смысле, что здесь получается симбиоз теории и практики. В ходе учебного процесса студенты познают, как применить свои теоретические знания на практике, поэтому для дальнейшей их практической деятельности это немаловажно. По окончанию дебатов уважаемый суд отметил призами отличившихся студентов и благодарностями за существенный вклад в подготовку судебных дебатов преподавателей юридического факультета. Объем материала очень значительный. Здесь даже не так имеет значение объем материала, как сложное дело, которое было представлено нашим студентам. Это неординарное дело даже для профессиональных судей. Для того, чтобы в этом деле разобраться, им пришлось поднимать уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс и знакомиться с этими нормативными документами уже как профессионалам. Не как студентам, а как профессионалам, от которых зависит решение и судьба человека. Поэтому дойти до финала, конечно, это уже серьезный шаг в сторону профессиональной деятельности. Вот такие интересные дебаты, которые мы устраиваем, и это уже стала традицией юридического факультета, они продвигают нас на шаг вперед для того, чтобы мы выпустили настоящего профессионала и практика. Такого рода мероприятия позволяют участникам получить бесценный опыт публичных выступлений в качестве сторон судебного процесса, усовершенствовать умение формировать эффективную стратегию представительства клиента в суде и использовать убедительную аргументацию в поддержку той или иной позиции и познакомиться с ведущими учеными и практикующими юристами.